Всем доброе утро, ребята. Мы едем сейчас в суд. Отличное доброе утро, мы едем в суд. Не, мы едем в суд, потому что Андрей 19 числа попал в аварию. Он сдавал назад, и там явная подстава произошла. Ну, конечно, это всё равно не снимает с Андреем ответственность. Короче, была такая ситуация. Он припарковался на парковке, на парковочное место. Да, сзади человек встал в неположенном месте, то есть там не было парковочного места, но он припарковался сзади Андрея. И, короче, Андрей завершил все свои дела и начал сдавать назад. Перед тем посмотрел в зеркала все. Машину он не видел никакую сзади себя. И когда он начал сдавать, он услышал, что он что-то ударился сзади. Не ударился, а уперся. Уперся. Короче, ну, больше подозрения на то, что... Потому что Андрей, когда вышел с машины, он увидел, что человек сидит за рулём этого автомобиля. И фары не горят, машина не заведена. Но он стоит под горочкой, что позволило ему снять с ручника автомобиль, скорее всего. Ну, так мы подозреваем, потому что Андрей, ну, заднюю... Ну, сдаёт, когда назад, он всегда перепроверяет себя кучу раз. И только тогда сдаёт назад. И, ну, обычно он всех замечает. То есть, ну... Короче, это немножко нестабильная какая-то ситуация для Андрея. Но он перепроверяет себя и только тогда сдаёт назад. Вот. И, ну, мы подозреваем, что отпустил человек с ручника автомобиль, потому что у него был ударенный автомобиль. И первым делом, что он начал говорить Андрею, он решил взять Андрея на эскурт. Говорит, что, типа, давай 100 долларов. Потому что я недавно уже красила. Это стоит покраска 100 долларов. Поэтому давай мне 100 долларов. Или, типа, будем вызывать ментов. Но тебе оно надо, потому что у тебя заберут права на год. Это нам на мост. У тебя заберут права на его. Короче, он начал, типа, брать Андрея на эскурт. Ну, Андрей, естественно, позвонил мне. Говорит, что, типа, такая вот фигня. Но я говорю Андрею, что, типа, окей, не переживай, типа, всё окей. Тебе никто не заберёт права. Давай вызывай полицию. Никто не будет из нас платить 100 долларов за автомобиль, который уже ударенный. И там просто... Следующая печень. Короче, у Андрея забрали права. Ну, я надеюсь, у тебя права не заберут. Всё, выключи такую жарелку. Кошмар. Я надеюсь, права не заберут. Но, в общем... Короче, Андрей вогнул немножко, типа, он погнул... Я сейчас ставлю здесь фотки. Он погнул номерной знак человеку. И Андрей предложил, говорит, давай снимем номерной знак, посмотрим, что там, типа, под ним. Потому что, ну, у нас очень большие сомнения от того, что вообще что-то произошло там. Потому что там только погнут номерной знак. Но человек, у которого ударен автомобиль этот, утверждает, что бампер у него лопнул вверху. Вверху, где вообще-то, ну, никаким образом не могло там лопнуть. Ну, фара ушла и лопнул вверху. Ну, в общем, сколько мы людей уже показали фотографии. У меня папе, мы показывали фотографии. Ну, у всех возникают подозрения на то, что это была подстава. И там сразу набежала куча дружков этого человека. И полиция. Ну, представьте, полиция в Украине. Да, я патриот, типа, Украина супер. У нас все, типа, окей. Но полиция приехала за пять минут. Ну, это просто нереалистичная ситуация, когда... Ну, это реально просто, ну, нереально, когда полиция так быстро приезжает на место аварии. Приходилось нам, ну, не нам, родителям попадать в аварию. Я когда-то с мамой попала в аварию, ну, нас ударили в жопу. И, то есть, ну, полиция, ну, никогда, ну, вот ни разу еще так не было, чтобы полиция быстро приехала. Все жалуются на то, что полиция всегда едет целый час. Ну, и сорок минут нужно ожидать полиции. Ну, не пять минут, ну, это, ну, нереально. В общем, короче, странная какая-то была ситуация. И теперь надо ее нужно в суд явиться, потому что, типа, он же виновник. Потому что он все равно, ну, все равно тот, кто сдавал назад, ну, тот, кто ударяет, обычно, в жопу, тот передний не прав. Ну, в ситуации, где Андрей сдавал задом, получается, все равно он не прав. Поэтому вот такая вот ситуация у нас. Едем на суд сейчас, потому что Андрею нужно явиться на суд. оплатить все эти штрафы, которые... Я не знаю, какая сумма. Кстати, если вам интересно, мы вам расскажем, какая сумма в итоге нам обошлась за штрафы. А за то, что Андрей сдавал назад. А человек подкатился к нему. Не, ну, мы не против, окей, типа, ну, это не проблема. Да, Андрей не прав, да, Андрей не досмотрел. Но я больше, чем уверена, что этого не произошло, если человек не подкатился. Вот и все. Я уверена на 98% того, что этот человек подъехал и спровоцировал этот удар в надежде. Но я, скорее всего, подозреваю, что просто он устраивает такие разводники этим передним бампером. Он видел, что удар будет небольшой. Он понимал, что это будет супер какое-то маленькое повреждение. Но вдруг получится взять водителя на избуху и взять 100 долларов. Ну, в общем, нам повезло, что Андрей не совсем лопух. И у Андрея не было 100 долларов. Да. Да. И хорошо, что он сразу мне позвонил, говорит, что, ну, типа, человек говорит, что у меня заберут права. Ну, никто не будет забирать у человека права, когда это совсем такая маленькая авария. Ну, короче. В общем, поддержала я Андрею, сказала, что все окей, давай, не переживай, давай будем звонить, давай вызывать. Составлять протокол, ну, ничего, ну, все нормально. И вот едем сейчас в суд. Так что вот такие вот у нас дела. Так, ну что, мы только что, короче, оплатили эти штрафы на судебный сбор. Сколько? Ммм, 850 ривен. Судебный сбор, пожалуйста, это сколько? А, судебный сбор, по-моему, 400. 420? 420, да. И штраф за нарушение? 300. 340? 340. Да, 340. Смотрите, какие машинки. Это Чернобыльский тут музей. А еще было? Вот это. Нет, а ты? По-моему, был. Прикольно. Ой, а вот новый рейндж с экранчиками и выдвижными фарами. С выдвижными фарами? Ой, выдвижными этими ручками. А вот автобус. Чернобырский. Нет. Порезанный. А? Порезанный. Порезанный? Порезанный, да. Короче, идем мы сейчас. Дальше в суд Андрей отнесет к Витанции эти. Да? Да, ну, короче, ничего интересного. Как будто ты в Снаб пришел, тебе там сказали просто сходить туда, сходить туда и прийти обратно. Взяли же с этого ожидания намного интереснее, вот честно вам говорю. Это, знаете, есть... Ну, сейчас расскажу. Это есть... У меня было представление, что это такой, типа, суд, там такие люди, судьи сидят. Андрей в обезьяннике. Нет. И там это самое эти... Я сижу и тут кого я ударил. И, короче, ну, это все так серьезно. А, короче, на деле я прихожу... А, ты к Кравцов? Давай. Все, пойди туда. Вот это вот и приходи обратно, мы тебя отпускай. 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 А я, короче, сижу такая... Меня не пустили. А Андрей пошел сам. Я сижу в зале ожидания. Приходит один адвокат. Заходят вторые адвокаты. И они начинают между собой говорить. А там адвокат потерпелого и виноватця. И потерпелого питает. А он вышел, да, под залог? А потерпел... Ой, а цего виноватця, каже адвокат. Да, два тижні тому. А под залог вийшел. Але я не можу ему дозвониться. Она, короче, ему звонит, звонит. Он такой, типа, тут заходит. Она говорит, вы еще знову сменили номер телефона и меня не попередили? Короче. А, и у нее такая папка в руках. Криминальное проведение. Я такая... Понятно. Атмосферненько-то как. Уютно даже так, можно сказать. Ой, какая машинка красивая. Блин, на Подоле так красиво. Ой, какая машинка красивая. Где? Вот. Какая вот эта? А? Лексус? Да. Да, Лексус красивая. Блин, тут реально так атмосферка на Подоле очень красиво. Да? Ага. Вот Подол, этот, 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 Львов и все вот эти вот такие. Подбери да гуляй по санамам. Старые, старые города. Но мне не нравится в таком вот жить. Мне нравятся более современные районы. Старые районы, они красивые, но так, честно, на них глянуть и все. И пойти в нормальное помещение. Нормальную атмосферу. Ой, короче, такие дела. Так, наш сыночек тут только что кушал мандаринки. Периодически живет оранжевую машинку, а периодически оранжевые мандаринки. А мы с Андреем что-то очень сильно захотели сегодня кофеек вечерком, да? А я, это я его сделала? Да, у нас сделала Кира. И Кира нам сделала еще и бутерброды, да? Да, и Энгрию, и Ире, и себе. Да, да. А сыночек наш кушает это. Кушает мандаринку. Заян, ну что, попробуем шоколадный апельсин? Шоколадный? Да. Я хочу с тобой. Ну, я в телефоне, я хотел взять у тебя мандарину, ты меня бросаешь. Как я тебе могу словить, если я не могу? Ты же смотрел на меня. Зай, забери вот этот кусочек, уже ему тут нельзя. Хватит. Дай! Это мой вкусный кусочек после моего прекрасного сына. Смотри. Алло, Анжел, лови. Ленкин. Блин, высмотренная мандарин. Покажи маникюр. Я вчера сделала своему мужу маникюр. Это не я так отгрызла ему кусок, это на катке, если что. Покажи. Ты что, уже сегодня обдёр вот это? Где? Что? Кутикулу. Ничего я не обдирал. Зай, ну это прям ты идёшь. Я не обдирал. Ну как эти, я на этих пальцах не умею обдирать. Как эти, так? Ты вот той рукой обдираешь обычно. Я на указательных не обдираю. Достаньте сына. Где вторая мандаринка, показывай. Кажется, он её проглотил. Спасибо. Покажи руки. Ребята. Ну ладно. Ребята. Хватит. И бежит, 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 бежит. Бежит, бежит. Зай, ты посмотри, он бежит ногами. Давайте. Побежали, 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 побежали. Зай, ты видел? Побежали, 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 побежали. Всё, хватит, Кира. Кира, у нас сегодня очень большая помощница. Я не знаю, что бы мы без неё делали. Сегодня утром, во-первых, мы в суд, когда ездили, оставляли с Кирой и родителями, да? Да. Я так понимаю, ты нянчила, Дана, да? Вообще да, всё время, да. Ты большая умница. Мы приехали домой и давай накачивать наш насос. У нас там навернула игрушка. Короче, начали решать вопрос. И Кира два с половиной часа опять пробыла сама с Даном, да? Угу. Он у неё и падал, она его успокаивала сама. Короче, они тут вдвоём справлялись. Да, он уголок стола очень ударился. И, короче... Хорошая нянька. Ну, он ударился, и я его нашла, чем успокоить. Взяла бутылку воды... И запихнула ему в глотку. Нет, наклонила, и он пил такой. Отлично. Сначала ударила ребёнка об стол, потом ещё и захлебнула. А какая бы тебе няня вообще рассказала, что она ребёнка ударила? Какая? Моя божественная няня. Му-у-у-у. Женщина. Ну да, есть некоторые эти са... Побочные эффекты. Я прихожу, например, вчера... Вчера, например, пробитый был стол. Это побочные эффекты этой няни. Сегодня я прихожу весь кран в данный креме, потому что Кира решила проверить, что это за крем такой. Макнула руку в крем и вымазала весь кран на кухне. Ну, там же не было воды. Ну, я такая, ну, блин... Точа! А главное, она мне сказала, скажи спасибо, что не весь крем использовала. А что ты его вообще трогала? Ну, что ты такое, потом нюхай, а у меня как нет руки пластилином. На стол надо это положить. Ложи на стол, давай. Он научился включать и выключать свет. Ты его научила, да? Да. Молодец. Да, и она научила нашего сына включать и выключать свет. Между прочим, вот я заметила, что детки в атмосфере, где есть детки, растут гораздо быстрее, развиваются гораздо лучше, когда есть детки. Вот у нас, да, он развивается, конечно, не так круто, как развиваются детки, у которых дома вот такие вот детки живут, да? Да. Но он всё равно благодаря Кире очень много умелок умеет. Да, Кир? Так, шоколадный апельсин, нифига на шоколадную шоколадную. Нас обманули и продали нам зелёный апельсин за 140 гривен за килограмм. Просто вкусный апельсин. Ну, какой-то необычный по вкусу, но он не шоколадный. Я, если честно, не люблю ни лимоны, ни апельсины, ни мандарины. Похоже на мыло апельсиновое. Ребята, у меня вопрос, как я живу? Я уже давно... Да, вы заметили, это я рассматривала просто ногти свои. Не апельсиновое. Ребят, это похоже на курицу? Я, Эндро, продала в ресторане такую курицу. Зай, кажется, тебя легко обмануть. А ей, вот это вот мохито. Ну, это более-менее похоже. Зай, у нас ребёнок валяется на пол. Ай, не умеет. Леоноль, стань, пожалуйста. На полу холодно. А ну... А ну, прекрати! Нельзя драться. Кто дерётся? Ты зачем дерёшься? Нельзя быть дрочуном. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Всем привет, ребята! Всем доброе утро! Я сейчас еду за дамочкой с двумя детьми. Мой малышонок спит, потому что светило солнце. Ему это очень не понравилось. Он расплакался и мечтал. Короче... Сейчас... Поехали просто расстроить сидушку. Потому что сейчас... Алина с детками придёт. Еду за Алиной. К нам в гости идёт она. Мы с ней договорились ещё вчера. Просто я, наверное, вам не говорила об этом. Вот. Поэтому сейчас... Еду. Где есть очки? Да, бля. Ничего не вижу вообще. О! Другое дело. Слава богу. Здесь есть мои очки в машине. Потому что я вообще не помню, где они лежали. Когда я заглянула, честно инклюзивно. Подумала, что... Может, у Андрея здесь лежат какие-то очки? Чтобы комфортнее было ездить. Вот. Теперь легче. А то я тут... Просто умирала. Получительно расстраиваемся сюда максимально. Чтобы успеть... И проехать... На этот... Суперсаж. В общем, конечно, это не очень просто, что он уснул так рано. Потому что час дня. Он уснул. Не то, что нужно было. Ну, что поделаешь. Он такой сладенький здесь. Я бы его сейчас скушала. В общем, еду, короче, я к Алине. Сейчас я их заберу к нам. Поедем, заедем в Макдональдс. Возьмем всем Макдональдс и приедем домой к нам в гости. Вот. Потому что Алина очень хочет Макдональдс, поэтому мы туда заедем. А я вообще готовлю курочку. Вы не думайте. Я не... Не... Не плохая хозяйка. Я, поверьте, я только что сделала вид, что у меня супер чисто. И я никогда не готовлю их к гостям. Это можно даже не переживать. Вот. Так что такие дела. У нас дома чисто. И даже курочка готовится. Очень обалденно пахнет. У меня до сих пор я только все просто замочила. До сих пор руки пахнут приправами. Обалденно это получилось. В общем, все. Я уже практически не доехала к ней. Сейчас через 5 минут, и она уже на месте стану. Мой сынок спит. Только ноги его видят. Ну что, подъехала. Жду сейчас. Сейчас они должны выйти. Да нолька спит мой мальчик. Он сладенький. Блин, он так расплакался, потому что солнце так светило в глаза. А я пока нашла место, где я могу остановиться, развернула его. Он уже наплакался. Огонько очень. Мне так жалко всегда, когда он так плачет. Так хочется не потемкать, обнять. Всегда чувствую себя виноватой какой-то, когда он плачет. Потому что я чуть-чуть не уберегла ребенка от грустных каких-то моментов. Я не знаю, какая здесь нет. Короче, так бывает. Так, у меня приехал наконец-то домой Андрей, потому что он работал. В общем, да, у нас были гости. И я не снимала. Реально. Просто такой дурдом. Сегодня какой-то кипишной день. Мы очень много с Андреем параллельно разных дел делали. И нужно было это все успеть сделать. Короче, еле мы все успели. И приехала потом Алина. Слава Богу, все успели. И с ней мы потом ходили еще в магазин. Короче, дело у нас было сегодня по горло. Поэтому я даже не снимала, потому что Алина была в гостях. Но поверьте, было очень весело. Так, приехал Андрей. Он купил себе новые тапочки. Потому что старые испорчены уже. И они прям убиты полностью. Он купил новые тапочки вот такие себе. И мы не сняли вот эту вот штуку. На самом деле, украл. Мы так всегда и делаем. Я просто в прошлый раз в своих тапочках как-то сам парелся в мой голову. И, короче, так слышуешь, что... Еле успел вот это. Но он носит мусор, потому что посудит. Это все практично. Не, Андрей их постирал, короче, постирал вместе с угами. И уги полиняги. И я тапочки выбросила в мусор. Так, он у нас купил еще помимо тапочек. Три молока наших селянских. Купил себе Эпс. Мне... Старомельник. Мы иногда любим выпить пиво. Ну, я люблю вообще пиво. Я вообще люблю пиво. Андрей его не сильно любит. И чай мохито. И чай мохито. Еще мы находили в энергийном городе Таддито. Да. Вот такие. Заюша, я думала, что ты поймешь. Можешь засунуть сюда коврик? Какой коврик? Который для ног. На улице прям приходит. Вот тут стоит об стенках. Ну да. Короче, такие дела. Мы сейчас будем кушать курочку. Которую я себе приготовила. Потому что я ее не кушала. Мы заехали в Макдональдс. Набрали хэппи милов. На малую. Мы с Андреем взяли себе биг-тесты. Думали неправильно. Короче, взяли биг-тесты себе. Алина тоже там себе взяла. Прикиньте, ей чизбургер не положили. У меня данная истерика. Просто там лежал в автокресле, рыдал. Поэтому никто из нас даже не обратила... Ну, она, ни я не обратили внимание на то, что ей чизбургер не положили. Она осталась с одним пирожком. Картос кофе и кисло-сладким соусом, который не съела. Короче, обидно очень. Ой, а мы будем кушать сейчас. Я сегодня это... Вообще... Дану приготовила овощи с мяском. Потом чему еще делаю с ним. Что еще, что еще, что еще? А, гречку малым сегодня. Дан у нас курочку ел сегодня. Дан ел курицу с гречкой. Ну, это максимально было сложно его этим покормить. Что же? Максимально сложно его было этим кормить. Не желал ли что? Не желал? Не, я же перемолола блендер. А что сложно? Ну, ему не понравилось. Ты молочком разбавила? Молочком разбавила. Нет. 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 Короче, так и он было. Нет. 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 Нет.